Стальник полевой. К применению в медицине разрешены отвар и настойка корней стальника. Для лечебных целей применяется настойка и водный отвар корней стальника полевого. Их применяют при геморрое в качестве кровоостанавливающего, обезболивающего и слабительного средства. Кроме того, отвар и настой стальника оказывают эффективное мочегонное, дезинфицирующее и патагонное действие. Поэтому их часто рекомендуют для нормализации обмена веществ в организме, усиления работы желез внутренней секреции, растворения камней и устранения воспалительных заболеваний в почках и мочевыводящих путях. Корень стальника также применяют при подагре, кожных заболеваниях, маточных кровотечениях различной этиологии, особенно в климактерический период. Экспериментально установлено, что корни стальника полевого повышают артериальное давление и увеличивают амплитуду сердечных сокращений, а также обладают кровоостанавливающим действием. Произрастает в лесостепной и степной зонах европейской части России. В большинстве случаев в низкой и среднегорных районах Северного Кавказа и Крыма. Очень редко встречается на юге Западной Сибири, Алтая и Южном Урале. Довольно часто встречается в Восточной Грузии и Азербайджане. Растение светолюбиво, предпочитает увлажненные черноземные или известняковые почвы. Растет как одиночно, так зарослями на лугах, среди кустарников, иногда по берегам лек. Ввиду трудоемкости заготовки корня в качестве лекарственного сырья в природных условиях, стальник полевой введен в культуру, как ценное лекарственное растение, корни которого богаты многими биологически активными веществами. Фармакологическое действие корней стальника полевого обусловлено главным образом наличием в них флавоноида анонина. Препараты корней стальника вызывают кратковременное снижение артериального давления, усиливают диурез, снижают хрупкость капилляров и способствуют сокращению времени кровотечения, при этом не влияют на свертываемость крови. Кроме того, корни стальника оказывают кровоостанавливающее, диуретическое, желчегонное, обезболивающее, противовоспалительное и гомеостатическое действие. Стальник полевой является старинным народным средством, его целебные свойства известны со времен диаскорида. Еще в 1893 году было проведено испытание корней стальника полевого. Согласно результатам исследований у больных геморроем прекратились кровотечения, уменьшились боли, нормализовался стул, прекратились хронические запоры, самочувствие стало хорошим. В 1954 году стальник полевой был разрешен к применению в медицине фармакологическим комитетом Министерства здравоохранения СССР. Лекарственным сырьем являются высушенные корни как дикорастущих растений, так и культурных форм стальника полевого. Выкапывают растения целиком, очищают от земли и отрезают надземные части, а корни промывают в холодной воде. В течение 1-2 суток вымытые корни подвяливают и сушат на воздушных сушилках в течение 6-7 суток или на огневых сушилках при температуре не выше 40-60 градусов. Сырье представляет собой высушенные цельные или разрезанные вдоль куски корней длиной до 40 сантиметров и шириной около 2,5 сантиметра. Фармакологическое действие корней стальника полевого обусловлено главным образом наличием в них флавоноиды анонины.